Твоих сыновей ты нам говоришь, ребята, не грустите, не в деньгах радуйся. А, посмотри, сколько девчонок. Девчонки одели кофточки и юбочки покороче. Чтобы кофточки чуть-чуть задирались, а юбочки опускались, и опять задирались, и опять опускались. Как бы не случайно, не значит. Девчонки, я вас прошу, будьте скроможены. Что поятное, я сказала. А что это на сутык? Я, между прочим, с вами на вы разговариваю. Хотя я, между прочим, помню. Так, подожди, я тебя прошу, пожалуйста. Нет, подожди, мне, знаешь, что? Мне эти девочки переросли, в лагере надоели. Я что, я не вижу, кто она такая, отец у нее, видите ли? Они думают, что все купили. Мне что, может быть, у памятника Пушкина уже находиться нельзя? Да находите где хочешь, емать. И эта пьеса о любви, о том, что делает человека счастливым или несчастливым в его индивидуальных, так называемых малых историй. Но наши малые истории иногда соединяются с большими историями. Поэтому кризис – это просто, ну, какое-то обстоятельство, которое где-то очень далеко. Ну, повлияет. Это не антикризисное, не кризисное. Ну, это, так сказать, журналисты озаглавили. Это просто веселая комедия о любви 30-летних молодых людей. Прототипов-то масса этих девушек, у которых богатые родители, которые живут в полном достатке. И, в принципе, я думаю, что их не надо перечислять. И такие знаменитые девушки есть. Но не всех их мы можем застать в таких ситуациях, как вот у нас. Когда у человека жизнь решается, когда у него полностью обнажена душа, сердце, и он борется за свое существование, борется за свою любовь. Когда я занимался пиаром политической элиты, мне иногда приходилось эту элиту сопровождать, если в поездках по миру им нужно было производить впечатление, что с дерева их сняли не вчера, а позже. И вот мы когда с одним дальневосточным вождем оказались в Японии, на саммите, посвященном рыболовке, губернатор в стороне восходящего солнца был постоянно выпившим, и вот в самый разгар саги его покатала рикша. Хочу подчеркнуть, не японец. Я тоже хотел купить себе такой велосипед с колясками, хотя у меня нет ни парка с Оленьей, ни жены. Я приехал сюда специально, чтобы встретиться с этой девушкой. Пойди, она не клиент, она моя девушка. Кто твоя девушка?